Добрый день! Сегодня у нас выдалась теплая погода, поэтому пойдем покатаем, потестируем немножко Вэлл Тойса на металлической подвеске. Но так как у нас снежочек, не факт, что будет хороший зацеп, потестируем, покатаем так, а потом поденем вот такие колеса, которые на саморезах. И попробуем, посмотрим, какая будет разница. По тротинкам. То есть, угробики, как видите, не наши. Да, будет у меня неподчищная, можно будет немного погонять. Ну и то она. Снежный подъем, гололед. На малых оборотах ее просто проворачивают и она не заезжает. На скорость, возможно, мы бы заехали, но так как, опять же, снежок, людей постоянно уводят, мы доехать не сможем. Тут, кстати говоря, будет интересно потом на этот же город заехать на тех колесах. Ну вот, представили. Здесь более-менее почищено, но в любом случае поверхность неровная, ну видно, что реально часть мощности у нас тут сухая, то есть скорость, конечно, не летняя, то есть полкинчика, которая там не скорость в шесть последний раз нам у нас удавала, здесь, конечно же, нету. Но в любом случае интересно, и машинка, опять же, в сравнении с Максимом, управляется неплохо. Итак, машинка почему-то у нас уже третий раз вырубается, начинаю перезагружать, и она включается. То ли она встречает слишком большое сопротивление, регулятор выходит в защиту, то ли, не знаю, может быть, он немного намокает, но, в общем, машинка почему-то вырубается, хотя аккумулятор у нас заряженный. Откатали, но мы буквально минут там 10. Вот что у нас творится внутри, хоть и корпус багги достаточно плотно сидит, но в любом случае снег сюда закидывается. Кстати, в конце видео сделаем небольшую доработку по кузову. Скорее всего, на самом деле аккумулятор подсаживается, потому что на улице минус 5 градусов, соответственно, у нас даже летом аккумулятор такого формата полторы тысячи миллиампер садится в течение буквально там минут 12. Откатали минут 10 на морозе, скорее всего, он быстро сел. Поэтому давайте перекинем колеса, поставим новый аккумулятор и еще погоняем, посмотрим, какая будет разница. Так, небольшой нюанс. Попытался все четыре колеса поставить на машинку, но так как у нас это колеса от S-Max, и они идут на бэдлоках, внутри идут винты, при установке они начинают цепляться за поворотные кулаки, соответственно, машинка не едет. Поэтому я на передние колеса поставил родные баговские задние, то есть они по шее, ну и, соответственно, зад поставили шипы. Давайте пробовать. Все. Небольшое включение. Смотрите, произошла проблема с регулятором. Я подумал, что он вообще полностью отхлебнул, потому что машинка вырубилась и перестала включаться. Она немножко подсохла, вроде индикатор начал моргать, но почему-то с пультом не соединялась. Вернулся, соответственно, сейчас ее открыл, хорошенько просушил, потому что вот здесь вот трогал, все было очень влажное. Она вот сейчас отлежалась, и все, значит, лор опять работает. Я подключаю, и все работает. Скорее всего, герметизация здесь, как видите, она заводская есть. Видно, что лаком, конечно, здесь все хорошенько прокрыто, но, возможно, не очень качественно, вследствие чего она начинает где-то там конденсат проникать, она ловит глюк и выходит из строя. Поэтому сейчас на пару слоев покроем вот этим лаком пластик-71, поставим все обратно и пойдем продолжим тестировать. Так, ну а пока регулятор оборота у нас подсыхает, давайте сделаем мини-доработку, о которой я уже говорил. Смотрите, корпус багги, он достаточно плотно прилегает к кузову, и, в принципе, снег туда закидывается, но не так много. Но чтобы его было прям поменьше, давайте сделаем очень простую доработку. Возьмем вот такие ленты. Это у нас просто липучка стандартная. С другой стороны у нас идет на двухстороннем скотче. Такие элементы я, по-моему, заказывал с Алиэкспресса рублей 300, хотя я думал, что можно найти просто в обычном магазине. Соответственно, одну сторону приклеиваем сюда, вторую сторону приклеиваем вот сюда. После чего, когда будем надевать кузов, они на то, что будут прилипать очень плотненько, снег будет попадать гораздо меньше. Ну и, в принципе, это и все. Давайте сейчас это сделаем, пойдем потестируем и посмотрим, как это будет помогать или не помогать. Для начала также по тропинке погоняем. О, вот это я понимаю, зацеп уже пошел. Вот, и сама его лазит из сугробов. Кстати говоря, за счет... Вау! В баги пытается встать на дыбы. И по сугробам лезет. Ну, главное не останавливаться. А еще за счет широких колес держит хорошо прямую. Ну, в принципе, баги вот это хорошо держат и прямую, и хорошо. Но сейчас, по сугробам. А еще моща хватает раздувать очень сильно заднюю резину. Смотрим. Главное, чтобы саморезы не повылетали. Давайте попробуем въехать в горку. Поворот сначала на малых оборотах. Ну, зарываться стало. Вообще, без проблем. Горь въезжает. А еще на дыбу встает. Безусловно, ухудшился выворот. Передние колеса больше. Все реально приходится тормозить, чтобы повернуть. Ну, зато, смотрите, как где-то поворот-то входит. И по сугробам вообще-то кофе вылетит. Ну, плюс заднего встала прям потяжелее. Колеса все равно саморезы увеличивают значительный вес. Зато не боюсь вот так вот заезжать в сугробы, потому что она точно вылезет. То есть, если есть чуть зацеп, она не закапывается. А именно пытается ехать вообще без проблем. Воу, как на трамплее. Почти сальто сделала. Ну, и плюс, опять же, подвеска вся в металле. То есть, плюс, еще ценоток тяжести мы снизили. Так, смотрим. Здесь, как бы, снега не так много. Как видите, снежком. И раньше бага бы здесь не проехала, наверное, и метра. А сейчас уже моем газ. И сел аккумулятор. Так, скинул кузов. Смотрим, что у нас вот под снежком. Безусловно, та часть передняя, которая не закрыта, она, видите, снег есть, но его мало. То есть, в прошлый раз вот снег был вообще вот здесь все. И вот здесь вся рулевая была прям закидано прям снегом. Сзади, в принципе, буквально вот тут. То есть, до этого вот эта вся часть тоже была в снегу. То есть, в любом случае, вот эта липучка, она прям хорошо помогает. Кстати говоря, по поводу температуры. Сейчас на улице у нас минус, на самом деле, немного. Минус три. Двигателем откатали аккумулятор. Он горячий. Ригуль, кстати говоря, тоже потеплел. Думаю, что с такими размерами колеса, утяжелением, плюс еще весь алюминий, летом точно надо либо прям активное охлаждение сюда и сюда ставить, либо, соответственно, не ставить такие колеса. На зиму, в принципе, нормально. Меняем аккумулятор, мы еще немного покатаем. Так, попытка номер два по сильно неровному снежку. То есть, смотрите, вот здесь, повторюсь, как бы не скажу, что там пухляк, его много, но снега много, она цепляется. То есть, видите, ее прям взрывает, закидывает снега. А вот это уже вырубание за счет того, что нагрузка высокая, по поверхности встречается сильно много ударов, пульс тяжеленная машинка, и Ригуль у нас вырубился. То есть, до этого я коммут катал как раз-таки минут где-то 15, он, видимо, сел. Ну, тут, видите, так удобно. Я даже клипсы, честно говоря, здесь не использую. Перезагружаем, включаем, проверяем. Все работает. Накидываем обратно, липучку раз, можно катать. Давайте немножко погоняем еще здесь. Ну, здесь поверхность ровная. Зацеп хороший. То есть, смотрите, она вот сейчас по снегу, вот этими шипами ездит, как по асфальту. Ну, единственное, что колеса передние большие стали, выворот ужасный просто. То есть, в принципе, на максималке у баги выворот достаточно большой. Сейчас за счет того, что колеса передние еще шире стоят, приходится прям сбавлять, чтобы в поворот входить. Ну, зато, смотрите, как входит, спинули. То есть, тот же S-Max, ну, если, опять же, базовый, там, не на усиленных, не на амортизаторах алюминиевых, здесь, конечно, весь скачет, прыгает, уводит. Этот можно практически сразу в газ выжимать. Смотрите, сейчас ставим. Просто полный газ. Все, она едет прямую и едет. Давайте к нам. И маленький тамбличек. Давайте еще попробуем въехать в ту горку, в которую просто раз мы не могли въехать. Она ледяная, то есть, даже не свяжет, а лед. Ну, прям на малых оборотах. Смотрите, вообще въезжает в самый верх. Попробуем чуть на скорости. То есть, вообще без проблем. В общем, если видео было интересным и полезным, не забывайте подписываться на канал. Ну, и, соответственно, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok